и всем привет с вами браток и мы будем сегодня продолжать играть в бенде ну и как играть мы будем сегодня читать архивы так выбираем архивы наши когда я даже там все мы будем вот эти архивы потому что мы вчера их не посмотрели предлагает что делать отлагивай давай попробуй вот в архивы игра бенде nv машина я не так по-английски бенде интернет машина зародилась в то время когда разработчики и художники комиксы известных так в метле из экс экспериментировала соприведенных эскизов 2 то стиля в 3d мир было решено сделать игру в жарном жанром жанре ужасов первая глава была создана меч чем на за неделю за неделю вместе с его другом разработчиком майкл мудом и выпущена 10 февраля 2017 года к удивление игра схватил наверное сильный интерес среди независимых независимости врагу игроков почти за ночь время тали и майкл муд оставил муд оставили все свои проекты решили сконценироваться на бенде рассказать всю уникальную чернильную историю игра была полностью завершена за полтора года небольшой но преданная своему делу группы независимых разработчиков и история оказалась неизмененным игра потерпела небольшие изменения по мере ее разработчик поскольку персонажей модель будет усовершенствованы из ранее накиданной версии этот архив заглядывает за завицу этого процесса генри стейн это я да здравствуйте генри стейн будучи равным под партнером джоуи дры а другу по бизнесу генри стейн был талантливым или иллюстрая дизайнером персонажей до его одна из компании приблизи приблизительно в 1930 году его место в диджоуи друг и другое чудо и джоуи документальную но не поддерживаю короче документальный не подтверждено не подтверждено но многие говорили что он был чего вы настоятель настояем чё короче создатели многих многих памятных персонажей студии да это я это я круто я знаю были ребята много читать я понял а бесчувственный борис где твоя косточка чудовище ангел алиса бесчувственный борис был одним из самых больших сюрпризов главы 4 образ ориентировочно приближен к монстру франк франкенштейна но с более не недоделенной внешностью алиса берет его внутренней части и заменяет то что его тело быстро отвергает это волк борис волк борис вдруг до самого конца был задуман с отсылкой смартфильм 1920-х годов будучи соединением анимационной анимационной стиле западного и восточного побережья это молчаливый и располагалый располагалый и располагавшись к себе волк завпадил завладел сердцами многих 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 хотя а многих хотя в то время он был головной бол головной боль головной боль чего для разработчиков из-за его искусственного интеллекта который брал на себя роль разума во время производства да волк борис вот он красивый вот смотришь а она это борис смотрите какой борис борис то я вообще не знаю кто то бета версия а это бета версия бориса папа так изначально назывался персонаж который впоследствии стал волком борисом эта ранняя версия была выпущена в главе 1 с выпуском главы 2 он был быстро он был быстро переименован бориса каким мы знаем гость сегодня а здесь вообще ничего не появилось ничего не написано ну ладно если что я сразу говорю это Том это Алиса это еще одна Алиса а финальная версия Сэма финальная версия Сэма финальная версия Сэма финальный образ Сэма Лоуренса получилось полноценно благодаря его научному телосложению и физически сильным конечностям безумный композитор может наконец отказаться замеченным по крайней мере его фанатам вот где ты был взял во второй главе взял куда то ушел блин с третьей четвертой не было пятой вернулся блин а офигеть ну как сказать ну не так очень сильно изменился но просто изменился ну видно что изменился в этой версии Сэма в момент появления в главе 2 любимый фанатами Сэмми Лоуренс стал ужасно забавным персонажем его стройное телосложение сочетается не совсем устаревшим переделали и наградили лучше с летом для более сложной анимации сэмми сэмми и сэмми сэмми и сэмми сэмми повреждения чернилами версии персонажа и потом они были переделаны в более семейное направление мультяшные образы до гонки голова да замечательно чернил это потом посмотрим в конце но если сказать он ничего не изменилось только побольше чего ничего не изменился он Бета-версискатели. Всего за несколько недель создания главы Дарой были разработаны рекордные сроки бета-версискателей, которые позже были полностью преобразованы. Они были с первыми сражающимися врагами, обнаруженными в игре. О! Ешь меня! Ой, маленький. Почему он руки себе вырос? Это все вырос? Не, ноги оставит. Зверский Бенди. В главе пятой ужаса. Финальный образ. В главе пятой ужасный финальный образ Чернивый Бенди отошел от своей мультяшной формы и раскрыл внутреннего демона. Что за жопу себе поставил? Пинка сейчас туда дам. Чернильный Бенди. Чернильный Бенди, каким мы знаем его сегодня, несмотря на... Шо это за слово написано? С бета-версией Бенди и голл-лучной версией была переделана усовершенствована большим количеством полигонов и новым чернильным эффектом. Это бета-версия, да? Бета-версия Бенди. До запуска главы четвертой Чернильный Бенди выглядела так. В то время игра была значительным, но визуально эти... Читуальный персонаж получил такие новые образы. На. Начал занавес такой охотелся, что ли? Альфа-версия Бенди. В игре используется первоначальный дизайн Чернильный Бенди и самой ранней версии главы первой. Он в шутку именуется как улыбчивое птичье дерьмо. Между разработчиками и птичье дерьмо. Модель Бенди. Замечательно выглядит бандель Бенди. Бенди, точно ты. Модель Бенди. Это первая версия изображения Бенди. В предыдущей модели Бенди был намного меньше и милее. С рассечением лицом, которое скрывает жуткий рот. А, это сначала... Вообще вот такого хотели, да? Не, ну и со мной такой угнался, я бы обосрался. А не вот такого, как сейчас вот это. Вот чё это? Ну просто с собой дядя какой-то гонится. А если бы такой с собой побежал, я бы обосрался. Так, и последняя настаётся обычная чернильная машина. Эта версия чернильной машины была использована в игре до значительного визуального обновления. Многие из экономического... Чьего фанатами дизайна было перенесено в последней версии. Короче, нам слишком всё трудно читать. Они сами попробовали почитать бы. Всё, что ли? Походу, либо всё. Ладно. Всё так, всё. Сейчас я на своё место встану. Где моё место? Вот оно. Закончим наше видео. Ладно, ребят. Подписывайтесь на стол в такие и увидимся в следующей серии. Всем пока.